Toyota Camry, 1993 года выпуска. Будем сейчас менять масло в коробке передач, частично. Коробка передач автоматическая, двигатель 3S-FE. Отворачиваем шестигранником, по-моему на 80 шестигранник, пробку в коробке передач. Так, пробка пошла. Подставляем этот тазик. Залезла, не хочет вылазить. Шестигранник выдернул. Здесь кто-то грани уже сбил. Масло не сказать, чтобы черное, кстати говоря. Такое можно сказать еще более-менее цвета. Но это ничего не значит, потому что оно может быть любого цвета, а фильтр забитый. Забит, да? Ну, я еще не знаю. Я говорю, масло выбегает сверху, чтобы помочь. Вытащили щуп, чтобы легче доступ был. Масло выбегает уже минут 20, если не больше. Ну, пока оно выбегает, сейчас ослабим болты, которые держат поддон коробки передач. Вот ключ на 10. Сейчас я буду срывать. Ну, и так все остальные три сорвало. Я смотрю, здесь уже герметик наш. Да, коробку снимали уже. Это сто процентов. Так, вот я вот так вот складываю. Сейчас посчитаем, сколько здесь болтиков. Да, здесь прокладка из герметика получилась. Тот, кто до нас разбирал, так приклеил, что сейчас нам, может быть, даже погнем немножко поддон. Ну, будем выправлять. Сейчас пытались ножом подковырнуть и отверткой. Так, вот с трудом я оторвал. Здесь герметик уже кто-то положил, я уже говорил. Видите, как тяжело идет, но идет. Придется править поддон, потому что, потому что, да, вот он сливается. Видишь, я его как изогнул. Прям серьезно. Ладно, будем отрывать, потом включусь. Вот он поддон. Что мы здесь видим? Один магнит. Вот, смотрите. Ну, блин, хорошо здесь, конечно. Стружечка есть, да. Ну, обычная стружка. Ну, опять же, с условием, когда ее разбирали? Если ее разбирали месяц назад и вот такая стружка, то это, конечно, много. Да, а если, грубо говоря, там, пять лет назад, то это нормально. Да, вот такая. Так. Тут сложно сказать. Герметик засох хорошо, возможно, даже и давно. Потому что этот хозяин туда не лазил, а лазил, походу, тот, у которого он не лазил. Так. И вот она, сама коробка. Сама коробка. Сейчас мы это двинем. Он фильтр. Вот он крепится. Один, два, три. На трех болтах он крепится. Сейчас мы его вытащим и посмотрим. О! Это я знал. Все, отворачиваешь и немножко маслица бежит. Только хотел сказать, не успел камеру из рта вытащить. Там фильтр. Сняли мы его. Вот оно. Здесь внутри видно ситочку. А вот коробка. Ну, сказать, что она забита, нормальная, чистая коробка. Можно даже так сказать. Да, в масле маленько плавало вот этих. Но, опять же, думаю, не настолько это критично. Очищаем старый герметик. Поддон почистили. Но так как мы здесь выковыривали, вот даже видно место, где ножом подковыривал, здесь получилось вот так немножко дугой. Вот это место дугой. Сейчас нам надо его поправить. Потому что, если не поправим, придется кучу герметика наносить. И неизвестно, как он и куда себя, как поведет, вылезет. Поэтому сейчас будем поправлять. Давай, Жень, подержи. Сейчас вот так поставим. Вот ставим сюда палочку и сверху будем бить. Посмотрим. О, поправляется. Видишь, да? Вот так вот. Более-менее поправилось. Сейчас еще пара ударов. Еще пара ударов. Вот в это место. Чуть получше. Еще надо. Вот в это место. Где-то вот в это место. Ага. Ну, более-менее. Хотя еще надо. Не перегнуть в другую сторону тоже. Ага. О, нормально. Более-менее. Поддон у нас подготовлен. Все вычищено. Сейчас можно даже его герметиком пройти. Пусть сохнет. А мы займемся этим фильтром. Герметиком промазали поддон. Вот такую двойную я как бы замазку сделал. То есть посредине прошел, вокруг болтиков будущих и снаружи. Внутри специально не стал мазать. Потому что когда подсохнет, я подожду обязательно с полчасика, подсохнет. И чтобы вовнутрь как можно меньше вылезло этого герметика. Совсем, чтобы не вылезло невозможно, конечно. Но хотя бы как можно меньше. Чтобы фильтры забивались меньше. Ну вот. Примерно так. Теперь приступаем к очистке вот этого фильтра. Он из него бежит. Фильтр почистили. Грязи никакой нет. Ну, то есть фильтр более-менее нормальный. Да и сам движок. Вернее, не движок, а коробка. Сейчас будем установить на место. Очищаем посадочное место под поддон. Тоже оно все в герметике замазано. Вот. Сейчас очистим и будем устанавливать. Все подготовлено. Сейчас ставим фильтр на место. Фильтр крепится у нас на трех болтах. Сейчас мы его еще продуем. Фильтр на месте. Теперь его еще подтянуть. Хорошо. Фильтр установлен. Теперь ставим поддон. Сейчас главное попасть хотя бы два болтика. Я же говорю, там грязи-то нету. Не видать. Вот только вот этот ершик. Ну, опять же говорю, ершик допустимо. Не первый же я разбираю. Просто вижу, что нормальный слой. Так. Вроде попал. Попал. Так. Ну, вот он не высох еще, зараза. Не подсох? Ну, ему подсох. Я затягивать не буду сильно. На живу ли? Да, на живу ли так слегка. Ну, хотя бы полчаса еще надо. Жидковатый он. Так. Ну, все. Сейчас просто проворачиваемся и устанавливаем на место. Вернее, на месте все болты. Пока не подсох, еще полчасика поддон. Поддон на месте. Сейчас мы затянем вот эту пробку, потому что она наживлена. А здесь вокруг наживил на 2 ньютона. Тут у меня на моем аппарате можно выставить 2 ньютона. Немножко пока подсохнет. И потом затянем, как положено. Сначала на 10, потом еще от руки подтянем. Ну, все. Примерно поддон, не поддон, а масло заменили. Осталось еще, правда, наверх залить. Но заливать уже будем после подтяжки. Затягиваю пробку таким, опять же, воротком. Ну, так, среднее усилие ньютон, так, 50. Пошли не буду тянуть. Ну, и все. Опа. Здесь, как и говорил, уже разбито. Уже было куплено вот такое корейское масло. АТФ2, Декстрон 2. То есть взаимозаменяемо. Ну, смотрим сейчас. Так. Так. Заливаем через щуп масляный, который в коробке передач подходящую воронку поставили. И ее решили залить 3,5 литра. И посмотреть, завести обязательно. Потому что надо проверять на заведенной машине. Вообще-то. Ну, вот при таком раскладе, думаю, что, да, нету. Все. Все заменено. Заменено, значит, уровень есть. Залили мы. Слили 4 литра, а залили где-то 3,6. Там осталось еще немножко. 4,25. 4,25 лили. 4,25, да? Да. 4,250, вот так. 4,250, да. Да. Вот. Ну, все, машинка. Сейчас надо попробовать тронуться.